Ульяновск обещают преобразить. И, как видите, за моей спиной уже украшают елку. На улицах традиционно появятся гирлянды и архитектурные формы. Преображать областную столицу продолжат и после новогодних праздников. Ведется работа над концепцией проспекта Ульяновского. То есть, ну и, в принципе, общественных пространств, таких как парки, например, парк Прибрежный, парк Дружбы народа. Благоустройство Ульяновска обсудили на заседании Комитета по градостроительству, где по одну сторону стола докладывали сотрудники Управления архитектуры, по другую согласовывали новшество депутата Гордумы. Еще одной темой стало внесение отдельных изменений генерального плана города. Особенно активно обсуждалось развитие микрорайона «Искра», где прорабатывается вопрос строительства новых многоквартирных жилых домов. В администрации отмечают, все предусмотрено, поводов для беспокойства нет. Мы имеем достаточно четкую и логичную структуру, квартальные застройки. У нас есть поселок Искраполис, который отделяется от многоквартирной застройки широкой улицей защитников отечества. Большинство депутатов проголосовало за проект. Новые здания в ближайшем будущем появятся и на улице Радищева, в районе Северного депо. Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска, в границах улиц 154-й стрелковой дивизии, Московское шоссе, Стартовый, проспект Олимпийский. Вот данный пакет документов вернули на доработку и в дальнейшем мы будем рассмотрены на следующем комитете. В 2022-м начнется разработка генерального плана города в целом. Принимать отдельные участки перестанут, но все проекты доведут до конца. Это будет, наверное, где-то 2023-2024 год. И когда уже будет полностью отработан генеральный план и принято на 25 лет, не будем больше изменять все эти участки, я имею в виду. Тогда у нас будет порядок.